Во дворце молодежи Астаны столичные пассажиры торопятся получить электронные билеты, которыми уже скоро предстоит расплачиваться за проезд в общественном транспорте умного города. Кстати, самым первым обладателем так называемой Астрокарт стал глава государства. Именную карточку Нурсултану Назарбаеву вручили во время презентации умной технологии оплаты. К слову, сейчас столичные инженеры тестируют систему. Говорят, заработает она не сразу, точнее, не во всех автобусах. Запуск будет производиться поэтапно. Сначала полностью оборудуют транспорт экспрессы пригородных маршрутов, а затем приемники оплаты начнут считывать деньги в полтысячи городских автобусах. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров. Мы по-прежнему в Омном городе. Сегодня мы расскажем, как получить электронный билет Астрокарт. Начнем с граждан, которые имеют право на льготный проезд. Таковых в Астане насчитали около 70 тысяч. А еще есть 88 тысяч школьников, которые тоже в первоочередном порядке получают умные проездные. Авторы проекта отступили от стандартных правил оплаты для детей и подарили ученикам Омного города бесплатные поездки до конца летних каникул. Кстати, столичным жителям из категории льготных пассажиров электронные билеты сейчас выдаются на безвозмездной основе. А вот в случае утери восстанавливать придется за собственный счет. Купить Астрокарт можно за символичные 400 тенге. Согласитесь, цена очень даже приемлемая. Учитывая, что карточку можно приобрести один раз и далее, не забывать пополнять баланс и стараться не терять. На первом этапе мы начинаем с экспресс-маршрутов и пригородных. То есть это 6 экспресс-маршрутов и 16 пригородных. Первый этап будет охватывать исключительно их. В городских маршрутах люди будут ездить, как они ездят сейчас, оплачивая наличными, используя бумажные проездные. В тех автобусах, которые будут оснащены системой электронной оплаты, люди смогут оплатить как наличными у водителя, получив при этом чек, распечатанный на специальном устройстве, либо при наличии карточки провалидироваться с помощью карты. Хотелось бы отметить, что тем самым пассажир получает, ну, ранее такого в Казахстане не было, право пересадки не переплачивая. То есть если он зашел в экспресс-автобус, сделал валидацию, у него есть час времени, чтобы пересесть на следующий маршрут, следующий автобус, не оплачивая при этом. Но при одном условии, что в обязательном порядке нужно будет также провалидироваться. Что же касается самой системы электронного билетирования, так ее в настоящее время тестируют. Ведется установка специального оборудования и прокладка необходимых коммуникаций. Пассажирские автобусы Астаны на самом деле оснастят не только терминалами оплаты. Этот программный комплекс состоит из нескольких полезных систем, информирования и подсчета пассажиров. А еще техника будет подсказывать, точнее, мониторить ситуацию на столичных дорогах, выстраивать правильные маршруты и еще много чего может умная технология. Предприятие, которое отвечает за внедрение электронного билетирования, Астана ЛРТ готова уже сегодня установить во всех автобусах столицы, валидаторы и прочее оборудование. Но чтобы сохранить дорогостоящие аппараты, решили не спешить. Переход на совершенно новую систему оплаты произведут поэтапно, чтобы наши люди постепенно привыкали к совершенно новому электронному сервису. Система называется Астроплат. Суть заключается в следующем. Пассажиру необходимо будет иметь при себе транспортную карту электронную, на которой будут записаны данные о тарифе и количестве поездок. При валидации необходимо просто поднести карту на расстояние около 5 сантиметров и ближе. Происходит считывание данных, списывается необходимое количество поездок, и пассажир может беспрепятственно ехать на автобусе. Между прочим, перед запуском электронной системы оплаты наши столичные новаторы учли опыт Алматы, где гораздо раньше внедрили аналогичные карточки «Онай». Во-первых, в общественном транспорте южной столицы сразу же отменили оплату наличными, что вызвало недовольство пассажиров. Человек без электронного билета уже считался зайцем. В автобусах Астаны подобного не допустят. Люди смогут, как и раньше, расплачиваться за проезд наличными. И, кстати, получать талончик у водителя. Еще один очень важный момент. Компания «Астана ЛРТ» полностью контролирует пассажирские перевозки в «Умном городе», где, к слову, нет частных автопарков, как в Алматы. Столичная система электронного билетирования позволяет производить оплату за проезд деньгами, и все это фиксируется. Моментально передается в центр контроля, а поэтому водители не смогут перевозить пассажиров мимо кассы. Несомненно, это легализация денежного оборота, который в настоящее время достаточно тяжело проконтролировать. Тут играет обычный человеческий фактор. Второе – это повышение качества сервиса, то есть предоставление пассажирам новых услуг и возможность анализа использования, то есть составление карты, корреспонденции пассажирских потоков, то есть с какого района, в какое большее количество едет, допустим, в одну сторону утром, в обед и вечером, и составление оптимальной карты маршрутной. Подготовку водителей и кондукторов по проекту электронной системы оплаты проезда мы начали еще в прошлом году. То есть это поэтапная программа, которая рассчитана на эти полгода. В октябре месяце прошлого года был первый этап, когда мы кондукторам, водителям объясняли в общих чертах, что есть в мире такая система электронной оплаты, и что на сегодняшний день она действует у нас на территории Казахстана, в городе Алматы. Мы объясняли, какова эта система, каков международный опыт этой системы. До конца месяца электронные проездные будут выдаваться во Дворце молодежи Астаны, а вот после в столице появятся специальные киоски, где можно будет приобрести Астанакарт. Сначала такие точки установят на ключевых остановках города, где большой пассажиропоток, а также в крупных торговых центрах. Всего в умном городе должны поставить 25 касс, 10 так называемых тикет-офисов и порядка 30 автоматов, чтобы столичные пассажиры и туристы могли купить карту, пополнить баланс или перевыпускать Астана-карт. Авторы проекта прорабатывают варианты с платежными системами. Еще в компании Астана ЛРТ занимаются разработкой сайта, через который возможно будет тоже закидывать деньги на проездную карту. А чтобы пассажиры активнее переходили на новую систему оплаты, столичные новаторы готовы дарить пользователям бонусы. Сейчас рассматривается вопрос, при покупке тарифа на 10 поездок человек будет получать 11 в качестве бонуса, то есть тем самым экономя средства на проезде. Если человек хочет оплатить наличными у водителя, то есть тариф будет без изменений, без каких-либо бонусов и без возможности сделать пересадку. То есть если сейчас люди садятся ради экономии буквально на первой остановке и едут на конечную, то есть петляя по всему городу, тратя на это около часа, то есть после полного внедрения системы они смогут сделать одну или две пересадки, сократив тем самым время следования свое и разгрузив соответственно маршрут. Кстати, помимо специальных офисов, продаж и терминалов, в самих автобусах будут работать консультанты компании «Астана ЛРТ», у которых тоже можно будет приобрести проездную карту и в дальнейшем пользоваться услугами общественного транспорта, регулярно пополняя баланс. Еще авторы проекта разрабатывают программу поощрения, когда, например, человек после пополнения счета на проездной карте может тоже получать определенные бонусы, чтобы пассажирам было выгодно пользоваться именно электронной системой. Но самый большой профит, который получает гражданин, это возможность пересадки с одного автобуса на другой, не оплачиваясь за проезд дважды. Гости Астаны, вероятно, также смогут воспользоваться бонусом в виде права на разовый бесплатный проезд в течение часа в общественном транспорте столицы. Этот вариант рассматривается в компании. Кстати, о самой системе оплаты карточками. Пассажиры уже на входе в автобус будут прикладывать электронные билеты к специальному устройству считывания, валидатору, на котором еще можно будет проверить баланс. В первую очередь умному городу требуются технологии для разгрузки автомобильных дорог, чтобы уже завтра движение в Астане не парализовали длинные и многочасовые пробки. Бригада умного города продолжает следить за умными технологиями, которые меняют нашу жизнь. Так что не пропускайте новые выпуски в эфире информационного флагмана 24КЗ. На сегодня все. Берегите себя.